Моя фамилия Андронович, я являюсь пастором церкви в городе Иваново и являюсь руководителем молодежи в Брестской области. Мне 33 года, уже женат почти 5 лет, у нас двое деток, через месяц даст Бог в срок, у нас будет третий, третий мальчик, три мальчика. И я хотел бы с вами сегодня поговорить на такую важную тему, как душевные связи. Я сразу говорю, я не хочу тут, так сказать, кого-то лечить, какое-то чувство вины вам вносить. Я сам являюсь молодым человеком, многое о том, о чем я буду говорить сегодня, к сожалению, может быть, в том числе и было в моей жизни. Поэтому я хочу быть абсолютно с вами честным и хотел бы, чтобы моя тема была очень полезная и она была понятна каждому из вас. Я знаю, что на такой теме всегда бывает очень много вопросов. Я не знаю, как мы это сделаем. Если вы стесняетесь задать лично вопрос, я могу продиктовать свой номер телефона. И если у вас есть вопросы, прямо во время беседы вы пишите, и мы делим какое-то время для того, чтобы ответить на ваши вопросы. Поэтому, если вам это интересно, плюс 375, 29, записываем, 804, 96, 49. Анонимность и конфиденциальность гарантируем. Плюс 375, 29, 804, 96, 49. Хорошо, друзья, мы поговорим с вами о душевных связях. Мы обратимся к Священному Писанию и прекрасно знаем, что Бог создал мужчину, Бог создал женщину. Бог хотел от начала, чтобы каждому человеку было хорошо. И Бог объединил мужчину, женщину в одну семью. Был создан брак. И сама идея создания брака, институт брака, он принадлежит Господу. Это его задумка, это не задумка человека. И авторские права на семью принадлежат Богу. Есть какие-то неизменные принципы, по которым должна строиться семья. И мы знаем, друзья, что для прекрасной семьи, когда уже образовалась семья, очень важно, чтобы было душевное единство. Очень важно, чтобы было духовное единство. Душевное – это когда у вас одинаковые интересы. Вы уже понимаете друг друга с полуслова. У вас какое-то одинаковое понимание. Вы, может быть, эмоционально реагируете на какие-то вещи одинаково. Очень важно, чтобы у вас было духовное единство. Вы имели одно понимание, как служить Господу, как жертвовать своей жизнью, какие-то духовные вопросы. И очень важно, чтобы в каждой семье это было физическое единство, по-другому физическая близость. Я сразу говорю, некоторые вещи, которые я буду сегодня говорить, они очень прямые, они, может быть, очень откровенные. Но так как такая тема, не хотелось бы что-то тут завуалированно говорить. Поэтому в рамках допустимого словаря я постараюсь вам все это донести. И вот прежде чем образовывается семья, два молодых человека, парень, девушка, им дана свобода выбора, они ищут друг друга. Обычно правильно, чтобы парень управлял инициативу, он был решительным, он был ответственным. В Библии говорит, что кто найдет добродетельную жену, то есть, ну, братья, вы ответственны за то, чтобы найти поиск будущего супруга. Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа. Так Библия говорит. И сегодня общество, оно, друзья, настолько развращено, что практически нет хорошего, правильного примера семей. Если мы раньше могли сказать, что в наших верующих семьях нет такого понятия, как развод, мы могли сказать, что в наших христианских семьях мы не знаем такого слова, как насилие или другие какие-то вещи. К сожалению, друзья, сегодня мы уже не можем со стопроцентной уверенностью сказать, что в наших семьях этого нет. К сожалению, это уже появилось. И дьявол будет ненавидеть все, что принадлежит Богу. Дьявол будет делать все, чтобы институт семьи, институт брака, он был разрушен. И чтобы нам иметь благословенную семью, чтобы нам иметь вот эту возможность наслаждаться друг с другом, чтобы наша семья была на самом деле раем, местом, где мы будем благословлены, очень важно, друзья, заложить правильное основание. И очень важно, чтобы это основание, друзья, оно было таким устойчивым. В процессе знакомства друг с другом, в процессе встречания зарождаются душевные связи. Зарождаются такие отношения, когда ты уже не можешь без его звонка, без ее звонка. Ты не можешь, чтобы не провести этот вечер с ней. Тебе с особым трепетом, с особой радостью важно, когда он улыбается или он улыбается и так далее. И, друзья, одним из оснований или одним из принципов здоровой, благословенной семейной жизни является то, чтобы мы до свадьбы разобрались с неправильными душевными связями. Ни одни отношения, которые мы имеем в своей жизни, они не проходят бесследно. Все чувства, которые мы испытываем в общении с противоположным полом, они остаются у нас в подсознании. И эти отношения настолько там глубоко сидят, что если их не вывести в свет, если с ними не разобраться, друзья, то даже через пять, через десять, через двадцать лет совместной жизни, когда если вдруг что-нибудь не так будет в вашей семье, почему-то эти чувства всплывают, и они начинают играть новыми красками. Существуют очень разные душевные связи. Существуют душевные связи, когда родители очень сильно привязаны к своим детям. Их дети уже вышли замуж или женились, а мама никак не может отпустить своего сыночка, а папа никак не может отпустить свою дочку. Существует, когда мать или отец с ребенком, существуют очень сильные душевные связи с друзьями. И даже если это может быть плохая компания, кто-то является представителем такого нехорошего поведения, но нам настолько как-то мы привязались к этому человеку. Существуют, друзья, такие душевные связи, как насильник и жертва, как сексуальные партнеры, человек и вещь, человек и домашний любимец. Но сегодня, друзья, мы поговорим о душевных связях, которые у нас образуются при отношении с противоположным полом. И мы поговорим о важности оставить прошлый опыт на самом деле в прошлом. Для статистик, если вы обратите внимание на основные пункты, почему люди разводятся, особенно это присуще западным странам, ну, нет такой подробной статистики конкретно нашей страны, но из множества пунктов на третьем месте стоит как привязанность к прошлому. Когда люди живут прошлыми воспоминаниями, когда люди живут прошлыми чувствами, когда люди живут какими-то радостными моментами, которые у них были с предыдущими людьми, партнерами, с которыми они встречались. И в вероучении нашего братства, объединенной церкви христиан и евангельской, если вы уже женаты замужем, я думаю, что когда вы приходили на собеседование пастором, первым пунктом стоит свобода от обязательств. Свобода от обязательств. Не одни отношения, друзья, которые были в вашей жизни до свадьбы, если вы с ними не разобрались, если вы закончили их по-плохому, если вы кому-то наобещали и забыли потом, что вы кому-то наобещали, они не проходят бесследно. Признаки того, друзья, что у вас имеются нездоровая душевная связь. Вы оставили отношения, возможно, много лет назад, но непрестанно думаете об этом человеке, не можете избавиться от него в своем разуме. Всякий раз, когда вы что-то делаете, принимаете решение, либо разговариваете с кем-то и так далее, вы чувствуете, как будто тот человек находится с вами рядом, либо наблюдает за вами. Следующий пункт. Вы принимаете на себя отрицательные черты человека, с которыми у вас имеется душевная связь, и несете на себе оскорбления, сказанные им, независимо от того, соглашаетесь ли вы с этими оскорблениями или нет. Вы защищаете свое право оставаться в отношениях с человеком, с которым у вас есть душевная связь, даже несмотря на то, что они негативно влияют на вас, даже разрушают ваши отношения в вашей жизни. Но вы не можете этого человека оставить. Из своего практического пастырского опыта, хоть он у меня небольшой, но я скажу вам еще одну душевную связь, особенно это касается людей, уже состоящих в браке, и люди, которые имеют интимную близость, всякий раз, когда у них есть это, они представляют, или у них образ всплывает предыдущего человека, с которым у них неразрешенная, незаконченная душевная связь. Вопрос очень серьезный, друзья. Вопрос очень серьезный. Душевные связи – это связи, в которых эмоции, это связи, в которых разум, воля, чувства человека настолько запутаны, что они уже не принадлежат ему самому. Это связи, в которых один человек настойчиво, неестественным образом навязывает другому человеку свои эмоции, свою волю, свои желания. И нам сегодня очень важно, друзья, разобраться, есть ли в нашей жизни такие нездоровые душевные связи, или эта тема, слава Богу, она нас не касается. Я буду говорить прямым языком, готовы вы это услышать или нет, но я хотел, чтобы мы об этом сегодня поговорили. Одним из способов того, как зарождаются эти душевные связи, и которые могут выстрелить в нашей семейной жизни, если мы не разобрались с этим, это являются сексуальные отношения вне брака. Я хотел бы, друзья, сегодня сказать, что сегодня сексуальные отношения вне брака для множества людей являются настолько таким обыденным делом, ну, что заплатить коммунальные услуги или сходить в кофе, в кафе попить кофе. Однако, друзья, я хотел бы сказать вам, что эта тема и этот вопрос, она также очень сильно, очень серьезная тема, и когда я говорю о незаконных сексуальных отношениях, я хотел сказать, что это те отношения, которые вне брака, или это отношения между людьми, мы тоже сегодня об этом говорим, людьми одинакового пола. Слово Божье, оно почитает эти отношения только между мужем и между женой. И сегодня, друзья, при встречах молодых людей, к сожалению, друзья, к сожалению, мне не хочется верить и не хочется соглашаться с этим, что это присутствует и в среде христианской молодежи, но, к сожалению, мы такое встречаем, что для многих молодых людей такие вопросы, как сексуальные отношения до брака, вопрос поцелуев, вопрос еще каких-то других вещей, они не имеют какого-то, так сказать, важности. Люди к этому очень толерантно относятся. И я хотел бы сегодня, друзья, я стою на Слове Божьем, я хотел бы всем нам сегодня напомнить, что Библия, или Бог через свое слово очень строго выступает против этого греха. Библия называет эти вещи грехом, серьезным грехом. И Библия побуждает, чтобы мы убегали от этого греха. Дело в том, что первоначально Бог создал отношения интимные между мужем и женой. Они предназначались для семьи. Эти отношения, которые есть в браке, в брачном союзе, они приносят огромное удовольствие, они приносят огромную радость и так далее. Но самое страшное и коварное реальное, знаете, в чем, что вы уже связаны не только с этим человеком, который у вас произошла эта близость, я имею в виду до брака, но самое опасное, что у вас образовалась эта душевная связь. Дело в том, что когда мы говорим о семье, что очень важно, прежде всего, душевная близость, духовное единство и физическая близость, многие люди все делают наоборот, и они начинают с последнего, с физической близости, и на этом создают свои семьи. Статистика или исследование этого мира говорит о следующем, что со всеми теми, с кем вы спали, у вас со всеми ими существует душевная связь. И каждый раз, когда вы имеете отношения с кем-то сексуальные, вы отдаете им часть своего сердца. Даже если это случайные инциденты, то в итоге вы все равно получите расколотое сердце, части которого разбросаны по всему миру, и вы больше не имеете полноты сердца. И вы также получаете кусок сердца другого человека. В конечном итоге, если вы не в браке, то становясь каждый раз одной плотью, вы оказываетесь полностью разбитыми и расколотыми на множество кусков. И теперь термин сокрушенное разбитое сердце приобретает новый смысл. Эти отношения, сексуальные отношения вне брака, они образовывают душевные связи. Она затягивает вас настолько сильно, что если вы не развяжете их, не обратитесь к Богу, вы будете метаться из стороны в сторону, пока ваша жизнь не будет полностью разрушена. И Павел нам говорит в первом послании Коринфянам, разве вы не знаете, что тела ваши, если мы обратимся к языку оригинала, там стоит слово вашей части тела, суть члена Христова. Итак, отнимули члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет никогда. Или не знаете, что совокупляющейся с блудницей становится одно тело с нею, ибо сказано «два будут одна плоть». В 34 главе книги Бетие, друзья, мы с вами находим одну очень интересную историю. Мы знаем, что у Якова была дочь по имени Дина, и в Библии говорится о том, что Сихем, сын Емора, Евиянина, увидел Дину и совершенно очевидно возгорелся желанием к ней, и не сдержав себя, он изнасиловал ее. Писание дальше повествует о том, что после вот этой близости с Диной душа, Сихема, я читаю вам дословно, цитирую Писание, прилепилась к душе Дины. Давайте прочитаем. Дина, дочь Ильи, которой она родила Иакову, вышла посмотреть на дочерей землитой, и увидел ее Сихем, сын Емора, Евиянина, князя землитой, и взял ее и спал с нею и сделал ей насилие. И прилепилась душа его к Дине, дочери Иакова, и он полюбил девицу и говорил по сердцу девицы. Если вы продолжите читать, друзья, эту главу, то вы увидите, что из-за этих незаконных сексуальных отношений и духовных, душевных связей, которые образовались в результате вот этого насилия, Сихема постигла ужасная участь. Он был убит братьям Едины. Запомните, дорогие друзья, что незаконные сексуальные отношения, если вы в них не покаялись, если вы их всячески покрываете, если вы думаете о том, что это никогда не будет известно, эти отношения всегда ведут к разрушению. Эти отношения всегда ведут к разрушению. Всякий раз, когда вы ложитесь с кем-то, мы говорим об отношениях до брака, вы встаете с тем, что есть у того человека. И Библия говорит о том, что когда люди вступают в эти отношения, они становятся одной плотью. И если у человека, с которым у вас была близость, были мысли суицидальные, эти мысли постигают вас. Если у человека, с которым вы соединились физически, была разного рода демоническая активность, к сожалению, это может передаться и на вас. Если у этого человека был постоянный негатив, постоянная депрессия, чувство вины, мы наблюдаем о том, что и у этих людей появляются такие же самые наклонности. Поэтому, если вы думаете, что в этом нет ничего страшного, это все ерунда. Я хотел бы вам сегодня сказать, что все очень и очень серьезно. Это то, что убивает тебя, это то, что лишает тебя будущего, это то, что лишает тебя здоровья, физического, психического. Это то, что лишает тебя счастливой жизни, семейной. С каждым разом ты теряешь все больше. Это то, что лишает тебя успешной карьеры. Вспомни, сколько дьявол украл времени у тебя. Это то, что лишает тебя успеха в служении, и это то, что лишает тебя отношений с Богом. поэтому всякие незаконные или добрачные сексуальные отношения с человеком противоположного пола, и, к сожалению, мы уже должны говорить сегодня, с человеком своего же пола, они являются незаконными, они осуждаются Богом, но после этих отношений у вас возникают очень прочные душевные связи. Обычно почему-то бывает, что люди ненавидят друг друга, появляется чувство ненависти по отношению к противоположному полу, но особенно для сестер, я говорю очень прямо, так как есть, особенно для сестер, в принципе, как и для братьев, первый сексуальный опыт, он откладывается на всю жизнь, и когда Господь потом позволит вам иметь вашего мужа и жену, когда у вас будет семья, если это все не вывести в свет, если это не исповедовать перед Господом и не принять верой прощению, это, к сожалению, остается глубоко, глубоко в разуме у человека и в сердце. Поэтому путь Господь хранит каждого из вас, дорогие друзья, никогда не ведитесь на уловки дьявола. Это то, что приносит душевные связи, образовывает душевные связи. Второй, друзья, момент, как образовываются душевные связи. Кто знает, сколько уже время? В 45 минут мы должны закончить. Хорошо, следи за временем. Как тебя зовут? Вадим, следи за временем. Обещания или неправильные клятвы? Обещали только на одной жениться, обещали, что возьму тебя в жены, а потом забыли, уже что обещали, потом просто оставили и начали строить отношения с другой. Сестры очень часто так говорят, я буду тебя ждать с армией, я обещаю тебя, я буду ждать год, полтора года, ты только не волнуйся. И есть такие случаи, когда возвращаются из армии в надежде найти свою возлюбленную, а она уже замужем, и ее и след простыл. Поэтому, несмотря на то, что эти отношения, ну, кажутся нам, или эти слова нам кажутся вполне безобидными, они в какой-то мере становятся клятвой. Мы даем клятву, мы даем обещания друг другу, и мы должны быть очень-очень осторожными с тем, чему или кому мы отдаем себя, или кому или чему мы обещаем себя. И он отдал клятву Господу, потом передумал, и он решил, что его призвание, оно ему не нравится, решил пойти в противоположном направлении. Богу не составило труда, чтобы вернуть Иону на место, которое он хотел его видеть, и он осознал, что он ответственный перед Богом за слова, которые он произнес перед ним. Мы ответственны за слова, которые мы говорим в адрес человека противоположного пола. Братья, мы ответственны за слова, что мы обещаем сестрам. Сестры очень сильно цепляются за слова. Они верят, так устроена женская душа. И достаточно каких-то, может быть, простых слов, или даже, может быть, вы ничего не говорили, но могли вести себя так, что она воспринимала это как намек, она воспринимала это как расположение с вашей стороны на последующее отношение. С этим всем также нужно разобраться, чего бы вам это не стоило. Слова, они являются той силой, которой мы должны сегодня пользоваться очень и очень мудро. Мы не должны направо, налево обещать. Вы помните Писание, что если ты обещал что-то, будь добр и исполни, я говорю своими словами, потому что если ты не готов это исполнить, ну, пожалуйста, ты и не обещай. Поэтому, друзья, прежде, чем вот эти вот связи, вернее, прежде, чем вы будете что-то обещать, всегда думайте о последствиях. Всегда думайте о последствиях. Все эти вещи очень-очень серьезны. Я знаю, и со мной делился один из служителей, который говорил о том, что даже поцелуи, которые были до свадьбы, молодые люди допустили себе в отношениях поцелуи до свадьбы. И потом, как сказать, они встречались друг с другом, да, но так жизнь сложилась, что семью они создали совсем с другими людьми. и потом, когда в этой семье был какой-то семейный конфликт, что надорвало их вот это доверие друг к другу, моментально у этой сестры всплыли эти отношения, моментально всплыли эти чувства, которые были заложены где-то там у нее глубоко в разуме, и едва-едва эта семья чуть ли не распалась. Поэтому все вещи, которые мы говорим в адрес противоположного пола, все, что мы делаем, друзья, все имеет какое-то последствие и имеет важность. Поэтому всякий раз, когда вы с кем-то встречаетесь, если у вас нету конкретной цели жениться на этом человеке, если у вас нету цели выходить замуж за этого человека, просто-напросто, друзья, эти отношения не продолжайте. Потому что один из моментов, которые мы сейчас будем говорить, и это будет, мы будем приводить уже к завершению нашего семинара, о том, как избавиться от этих душевных связей. И даже за свой коротенький практический пастерский опыт я уже, к сожалению, ни с одним человеком беседовал, ни с одним человеком молился, когда люди просто оплакивают, люди просто жалеют время, проведенное вместе, люди не могут никуда падеть эти чувства ненависти, которые есть у них по отношению к противоположному полу. Поэтому, если в вашей жизни уже что-то было из того, что я называл, я хотел бы, чтобы вы сегодня услышали у меня, что есть надежда, что есть возможность быть свободным. Прежде всего, что вам нужно захотеть стать свободными. если это, к сожалению, были незаконные какие-то сексуальные отношения, добрачные, я не знаю, как это все произошло, но я хотел бы, чтобы вы где-то не прятали это в своем сердце. Придите к своему служителю, исповедуйтесь, расскажите все, как было. Не нужно какие-то подробности там рассказывать, но получите или покайтесь за то, что вы сделали. Пусть ваше сердце будет свободным, чтобы вы не были наполнены какой-то ненавистью, вы не были наполнены какими-то, знаете, чувствами негатива, вы должны быть свободными. К сожалению, даже если этот грех и произошел, это не конец жизни. С Богом есть возможность, чтобы продолжить свою жизнь, и эта жизнь была благословением для вас. Вам нужно, друзья, второй пункт, вам нужно оставить прошлое. Я сразу скажу, да, будет больно, да, будет больно, будет сердце болеть. Вы, я с вами откровенно, ваша душа будет чувствовать боль, потому что она уже не сможет контролировать вас в этой области. Возможно, ваше сердце будет кричать так громко, возможно, слезы будут течь из ваших глаз. Вы можете пройти такой непростой период восстановления, потому что душевная связь оборвалась каким-то человеком. И вам нужно, друзья, прийти к такому состоянию, чтобы этот человек, с которым у вас было отношение, всяческий раз, когда вы видите его, у вас не было чувства ненависти, у вас не было чувства негатива, у вас не было желания просто свести огонь с неба и раскритаться с этим человеком. Вы должны быть свободны. Вы должны принять решение с этим человеком. Я отпускаю, я разрываю всякую душевную связь, которая есть у меня с этим человеком. Я думаю, друзья, что мы часто, когда говорим об этих отношениях, мы все понимаем, но мы боимся, мы боимся это сделать шаг. Есть одна очень интересная история, что одно племя в Африке, она очень сильно любила кушать обезьян, ну, такая история на самом деле, и они не знали, как их поймать. Они всячески думали уловки, и одна из уловок была, они сделали капкан, положили туда то ли фрукт, то ли что, и думали, что пока эта обезьяна туда зайдет, защелкнется этот капкан, они не словят, ничего не получалось, потом одному человеку пришла идея, внутрь этого капкана они поставили коробку, где было отверстие, и обезьяне нужно было засунуть туда руку, ухватить вот этот фрукт, и уже она не могла его достать, и вот тогда люди, или эти охотники, которые стояли где-то подальше, они успевали, чтобы поймать, схватить эту обезьяну, и дальше ее использовать, не знаю, по назначению или не по назначению, это уже как кто из нас решит, и знаете, в чем, в чем самая, так сказать, суть, что эта обезьяна схватила, ей всего лишь нужно было открыть, раскрыть руку, и она бы успела убежать, но она держала, и не могла вытянуть руку, потому что этот фрукт ей мешал это сделать, очень часто друзья, это что-то похоже на эти отношения, которые вот мы допускаем в нашей жизни, мы понимаем, что они ведут к тупику, мы понимаем, что они уже даже зашли так сильно далеко, но мы не знаем, что делать, и нужно принять решение остановить, отпустить, попросить у Бога прощения, попросить друг перед другом прощения, и чтобы жить в свободе, и третий пункт, вам нужно раскаяться, вы должны прежде всего захотеть это сделать, вам нужно оставить все это, и вам нужно раскаяться, вам нужно сделать некоторые вещи перед Богом, вы должны раскаяться перед тем, перед Ним, что вы позволили себе вступить в эти душевные связи, вы увлеклись отношениями, которые стали выше планов Божьих и голоса Духа Божьего в вашей жизни, и Бог, любящий Бог, сегодня настроен с любовью, с позитивом к тем людям, которые приходят к Нему и открывают свои сердца, и раскаиваются, вам нужно, друзья, принять это твердое решение, прийти, покаяться, исповедовать, оставить прошлое, принять веру Божьей прощения, пройти путь исцеления, пройти путь восстановления, чтобы, когда вы будете вступать в брак, вы были благословлены, чтобы вот эти ваши, чтобы предыдущие какие-то чувства, предыдущие эмоции, они не сидели где-то у вас в разуме, и когда, не дай Бог, у вас будет какой-то конфликт в семье, вы сразу вспоминаете, ах, если бы я с тем завязал отношения, ах, если бы я с той завязал отношения, и так далее, чтобы у вас такие мысли не появлялись, и вы, друзья, были свободны. С душевными связями нужно разобраться до свадьбы. Сколько времени? День шести. Какие у вас, друзья, есть вопросы? Вы можете спросить. Я хотел бы, чтобы вы не боялись прийти к своим пастырям. Я, конечно, не знаю, как в каждой церкви, какой у вас уровень доверия к вашему пастыру, но наберитесь милости. Я не верю, что какой-то пастыр заинтересован в том, чтобы ваша жизнь не сложилась. Это такой, знаете, ну, серьезный вопрос, но вам нужно набраться смелости, прийти к вашему служителю, диакону, которому вы доверяете, но расскажите все, как есть. Откройтесь перед этим человеком. Вы можете спросить совет у вашего служителя, вашего пастыра. Ни один пастыр не посоветует вам чего-то плохого, но это то, что нужно сделать. Нужно прийти, нужно открыть, нужно раскаяться, и нужно, чтобы вот эта свобода пришла в вашу жизнь. Я, к сожалению, у меня выключился телефон. Я не знаю, писали вы туда или не писали, но подстава. Может быть, так много писали, потому что он еще был заряжен. Если вы не боитесь, вы можете задать личный вопрос. берегитесь, друзья, берегитесь этих отношений, берегитесь, особенно вот этих вопросов, связанных с тем, чтобы были отношения касательно интимной близости. Этого в жизни в вашей пусть никогда не будет ни при каких обстоятельствах. и не бойтесь прийти к своему пастору, попросить помощи, открыться ему и чтобы Бог произвел работу в вашем сердце. И не бойтесь попросить прощения у того человека, с кем у вас были отношения. Не бойтесь, друзья, этого. Это нужно сделать обязательно. Если вы кому-то обещали, женились на другой, а с предыдущей сестрой вы не разобрались, сделайте это немедленно. Можно, может быть, сейчас, но сделайте это, потому что это очень и очень важно, чтобы у вас не было никакого негатива по отношению к этому человеку. Вы должны быть свободны, ваше сердце должно быть свободно. Как разорвать эти отношения, друзья? Иногда это нужно просто строго. Никаких звонков, никакой переписки, ничего другого. этого не должно быть в вашей жизни. Это то, что я хотел бы сказать. А, вы хотите? Спасибо. Там были вопросы? Если вы не стесняетесь, можете задать вопрос, какой вас волнует. Скажите, пожалуйста, а является ли привязанность к человеку душевной связи? Конечно. В браке душевная связь, она просто обязательно, чтобы вас с вашим мужем. Ну, привязанность, конечно, вы без него уже не можете не жить. Привязанность может быть как к человеку, как к предмету. Помните, Павел писал галатам, о несмысленной галаты, кто прельстил вас, то есть разного рода у нас вещи могут привязывать, у нас образовываются эти душевные связи. Я говорил один из пунктов, но я на нем не останавливался очень так подробно, но вот эта душевная связь, которая возникает между насильником и жертвой. человек всячески ненавидит то, что произошло в его жизни. Человек всячески хочет забыть то, что произошло в его жизни. Но без помощи Бога, без вот вмешательства Духа Святого, он это не может своими силами сделать. Поэтому это также, друзья, очень-очень важный вопрос. Я подвел вас, извините, с телефоном, не посмотрел. Может быть, еще есть вопросы? Скажите, пожалуйста, если, наверное, так получилось, что общались с человеком и пообещал погулять? Что пообещал? Погулять. Ну? Но не погулял? Встреться с этим человеком извинись, и с какой целью объясни. Если вы, друзья, есть еще такой, знаете, вопрос, где граница в отношениях до брака? Часто молодежь спрашивает, можно держаться за ручку, можно ли целоваться. Смотрите, что Библия говорит. Вы слышали, что сказано древним, не при любодействии. Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, это уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Это не просто чье-то мнение, это слово конкретно самого Бога. То, что возбуждает тебя, является прелюбодеянием в духовном мире. Если брать, вот прям привести это к такому одному, к одному предложению, что граница такова, нельзя делать то, что вас возбуждает. Но не дай Бог вам практически искать эту границу. Знаете, когда это все впервые, все как-то по-особенному, захватывает дух, перехватывает дыхание, мурашки бегут по коже от одного прикосновения и переполняют какие-то неведомые до сего момента чувства, бывает очень-очень сложно остановиться. Поэтому никогда-никогда не позволяйте себе искать границу, которую вы можете перейти и при этом не согрешить. Поверьте, друзья, поверьте, вы этого не заметите. Если парень целуется с девушкой, давайте называть вещи своими именами, он чувствует это дыхание, он чувствует наверняка он обнимает ее, при этом они соприкасаются телами, он чувствует формы девушки, и при этом он говорит, что нет, нет, конечно же я не возбуждаюсь, это у вас, у братьев, там всегда такие проблемы. У меня возникают вопросы к такому парню, либо у тебя проблемы со здоровьем, либо ты где-то ищешь какие-то удовлетворения на стороне. Поэтому сохрани вас Господь, друзья, сохрани вас Господь, чтобы вы практически искали эту границу. У вас должны быть четкие границы, и у парней, особенно у девушек, вы должны быть уверенно, четко сказать нет. Это нужно научиться обоим. Но это в том числе и касается парней по-особенному. У меня все, все, что я хотел вам сказать. Запомните, что дружбу между парнями, девушкой не бывает. Рано или поздно кто-то из вас влюбится. Поэтому если вы общаетесь в компаниях, общайтесь в компаниях. Если вы намерены на ней жениться, уделяйте ей больше внимания. Если вы не намерены, не уделяйте ей внимания. Ну, конечно. Девушка, знаете, есть такой принцип. Сама поверила, сама придумала, сама обиделась. Это в том числе этот случай. Я благословляю каждого из вас, друзья. Я хотел бы, чтобы ваши семьи, если у вас еще нет семей, были благословенными и здоровыми, вы наслаждались друг другом. Но, знаете, чтобы это все было в вашей жизни, нужно вот с этими вещами, с душевными связями до свадьбы разобраться и не откладывать, ну, вот что-то вы услышали сегодня, пожалуйста, сразу это можете и по окончании этого семинара у нас есть служителя, прийти, побеседовать, если нужно, помолиться. В конце сегодняшнего дня у нас будет молитва, поэтому, если вы нуждаетесь в молитве, в исповедании, используйте это время, в том числе и для этого. Давайте мы с вами помолимся. Господь, я благодарен тебе за каждого молодого человека, который присутствует здесь. Я благодарю тебя, Господь, за то, что ты позволил нам сегодня иметь эту встречу друг с другом. Я благословляю, Господь, моих братьев и сестер. Я не знаю, какие сезоны жизни они проходят. Я не знаю, какие душевные переживания у них есть, но я молюсь о том, чтобы их сердца были свободны, их сердца не были ничем огорчены, но я молюсь о том, чтобы сегодня создавались христианские семьи. Они были здоровыми, они были благословенными, они были успешными. Тебе, Господь, мы отдаем всю славу и всю хвалу. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Присядьте еще на минутку. У меня включился телефон. Что делать, если сложились душевные связи, но отношения не дошли до брака, а ты пересекаешься с человеком в служении, в церкви, в общении, в компании. Но прежде всего вам нужно, если вы разошлись с этим человеком, вы должны поговорить с ним честно, вы должны помолиться. Я порекомендую это делать со служителем. Придите, помолитесь к со служителям, чтобы у вас не было этой душевной привязанности. И всякий раз, когда вы будете встречаться с этим человеком где-то на репетиции в церкви, чтобы вы чувствовали свободу по отношению к этому человеку. это все решается молитвой, глубоким смирением перед Господом. Все, больше нет. Спасибо за внимание. Что? Объявление. Спасибо, Василий.